Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики и гости. На связи Олег Егоров. Досмотрите до конца информацию в данном ролике и вы узнаете, как и сколько можно зарабатывать, используя криптовалюту Биткоин. Многие не до конца понимают, что такое криптовалюта и что такое Биткоин. В этом ролике я объясню простым языком для простых людей, что такое Биткоин, как можно с помощью него заработать и что с ним вообще делать. Попробуем разобраться. Так что же такое криптовалюта? Криптовалюта – это вид цифровой валюты, защищенный различными криптографическими методами. Криптография – наука о методах обеспечения конфиденциальности, защиты и сохранности информации. Эмиссия и учет которой основаны на симметричном шифровании. Производят такую валюту мощные сервера. Иными словами, подделать такую цифровую валюту невозможно. Поэтому первоначальная стоимость такой валюты – это лишь затраты на электроэнергию. Но реально это стоит больших денег. Необходимы помещения для производства криптовалюты, сами сервера, постоянная работа программистов, создание криптографического протокола и самое главное – это раскрутка криптомонеты, ее реклама. Ведь должен быть спрос. Даже те, кто знает мало что о криптовалюте, наверняка слышали о биткоине. Именно с биткоина началась история развития всех остальных криптовалют. Биткоин является родоначальником. И на данный момент это самая дорогая криптовалюта в мире. Биткоин – это полностью виртуальная цифровая валюта, придуманная в 2008 году японцем Сатоши Накамото. На самом деле никто до сих пор не знает этого человека в лицо. И создатель данной монеты так и остался до конца неизвестной личностью. Братья Уинклвоз сделали ставку на криптовалюту будущего, вложив 11 миллионов долларов в его раскрутку. И по сей день они возглавляют топ-5 биткоин-миллионеров. Самая дорогая бумажная валюта в мире – это кувейтский динар. Один динар равен 218 рублям. Один биткоин равен почти 580 долларам или 38700 рублей. Такая цена состояла на момент записи этого ролика – 5 июня 2016 года. Пик стоимости биткоина приходится на 5 ноября 2013 года. Его стоимость на отдельных биржах составляла около 1200 долларов. В апреле 2013 года удивительная история произошла с норвежским студентом Кристофером Кохом. В 2009 году он писал реферат на тему шифрования. И его внимание привлекла странная криптовалюта биткоин. Для иллюстрации примера он купил 5000 биткоинов за 150 крон. Это примерно 27 долларов. Он вспомнил о биткоине только в апреле 2013 года, когда ему на глаза случайно попалась заметка в газете о том, что курс биткоина достиг рекордного значения. Оказалось, что купленные тогда за бесценок монеты сейчас имеют рыночную ценность около 5 миллионов крон. Это 886 тысяч долларов. Оправившись от шока, он начал думать, что делать с внезапно появившимися деньгами. Первым делом он потратил пятую часть денег на покупку роскошной квартиры в одном из самых богатых районов Осло, столицы Норвегии. Квартира обошлась ему примерно в 5 долларов. Таких случаев достаточно много. Итак, биткоин – это цифровая валюта, которая признана во всем мире и является расчетной единицей, как и валюта любой страны мира. Но я хотел бы затронуть еще одну важную тему. Это отношение правительства разных стран по поводу оборота криптовалют. Я живу в России, поэтому и подразумеваю правительство своей страны. Все чаще и больше становится обсуждений в нашем правительстве по поводу оборота криптовалют. Но есть тенденция к тому, что все-таки решение будет разумным. В моем понятии разумное решение – это значит цивилизованное. Каждый крупный банк может взять под контроль любую криптовалюту. Многие граждане России до сих пор не имеют представления о каких-то виртуальных деньгах и тем более биткоинах. И я недавно столкнулся с такой ситуацией. Я общался с девушкой, которая является сотрудником Сбербанка. Оказалось, она не знает вообще ничего о существовании криптовалюты. Было очень интересно доказывать, что помимо бумажных денег есть и цифровые валюты. Что наряду с электронными Яндекс.Деньгами есть и биткоин. Так называемая цифровая монета. Кстати, Яндекс.Деньги – это сервис Сбербанка. Так вот, девушка только тогда поверила в биткоин, когда я открыл ноутбук, зашел в свой биткоин-кошелек и при ней обналичил биткоин на рубли. Деньги мне пришли на пластиковую карту Сбербанка, пикнул телефон и пришла смс с оповещением о переводе. Конечно, у девушки появился интерес к криптовалюте, а в данном случае к биткоину. Теперь еще есть один человек, которого заинтересовала монета биткоин, и это работник Сбербанка. Давайте посмотрим, как реагирует Герман Греф, председатель правления Сбербанка России, на бурное развитие технологии блокчейн. Управление личными финансами, цифровые валюты, технологии так называемой блочной цепи – это блокчейн. Мы здесь в последней лекции получили вообще понимание того, что Банк Англии создал рабочую группу из специалистов области блокчейн, и они попытались оценить все сферы применимости и последствия применимости как виртуальных валют, так и блокчейн для макроэкономики в целом для финансового сектора. Но вывод очень интересен. Для нас вывод из применимости технологии для финансового сектора заключается только в том, что банкам места нет. То есть в технологии блокчейн, если она будет доведена в ближайшие, а это не ближайшие 10 лет, это ближайшие 2-3 года максимум, по всем прогнозам, может быть построена так называемая одноуровневая банковская система, когда прямо в центральном банке с момента рождения каждому гражданину открывается счет, и все операции в блокчейне не могут быть и защищены достаточно, так как это распределенная регистрация всех сделок. И если скорость их будет повышена, то в общем, честно говоря, это для нас, ребята, очень плохая новость. Вот мы загрустили, когда мы это увидели. И скажу об этом в конце. Блокчейн – это выстроенная по определенным правилам цепочка из формируемых блоков транзакций. Доступным языком это системный процесс перевода цифровой валюты. У банков своя схема перевода денег, за которую мы платим определенный процент, а у биткоина своя технология перевода денег. Вот именно технология перевода биткоинов и других цифровых валют и называется блокчейн. И, конечно, банкам это не нравится, так как биткоин может использовать любой житель планеты, и обналичить его можно на валюту любой страны мира. Одним словом, это отдельная тема, а между тем банки теряют свой авторитет и свои деньги. Я высказываю свое мнение, и вы должны понимать, что мое мнение может отличаться от вашего. Так вот, банки могут также дать возможность нам открывать биткоин-кошельки. То есть, при таком раскладе любой гражданин России мог бы прийти в банк и открыть себе не только рублевый, долларовый или евро счет, а также и биткоин-счет. И любой банк может приобрести себе оборудование для добычи криптовалюты и открывать людям депозиты в валюте биткоин, выдавать кредиты, ставить биткоин-обменники и биткоин-терминалы. В общем, оказывать полностью такие же услуги, как и для любой другой валюты. А пока банки России и других стран думают, признать биткоин или нет. Мы с вами можем взять функцию банков на себя. Именно этим я и занимаюсь. И вы можете этим заниматься также. Мы можем открывать кошельки, размещать сберегательные вклады в биткоинах, принимать оплату за оказанные услуги и зарабатывать на рекомендациях. Я рассказываю людям о происхождении биткоина, помогаю завести биткоин-счет, разобраться в онлайн-кабинете, и компания вознаграждает меня за это. И каждый из вас может делать то же самое. Дорогие друзья, надеюсь вам понятно, что каждый из нас может открыть счет не только в банке, но и в интернет-сервисе. Только этот счет будет в биткоинах. Компания, которая представляет данную услугу, зарегистрирована в Лондоне и называется RedEx. Владельцами компании являются трое амбициозных молодых людей, трое учредителей. Это Александр Ковальчук, Андрей Головаченко и Юрий Василенко. Все необходимые лицензии и документы на ведение подобной деятельности и генерацию биткоин-кошельков у компании соответственно имеются. Вы сможете ознакомиться с ними на официальном сайте в разделе «Сертификат компании». На данном этапе компания регистрирует два бренда в Европе. Это регистрация сервиса RedEx и регистрация сервиса по генерации биткоин-кошельков RDX Coin. А решение о регистрации компании в Лондоне было принято однозначно, так как Лондон полностью легализовал биткоин. В Лондоне биткоин принимают к оплате и повсюду стоят автоматы для обмена цифровой валюты биткоин на фунты. Посмотрите, как работают биткоин-терминалы. Зашли в кафе в Виннипеге, маленький город. Здесь вот машина, которая можно продать, купить биткоины. Так что, скорее всего, что... Да, ну, соответственно, вы можете обменять здесь биткоины в кафе и расплатиться за еду. Окей? Окей. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Привет из Киева Сегодня вечер 26 августа 2014 года Я хочу поделиться с вами историческим моментом Перед вами первым в Украине и в СНГ биткоин автомат И я покажу как он работает Выбираем язык Сканируем QR-код вашего кошелька Вставляем купюру Нажимаем отправить биткоины на кошелек Пожалуйста, у вас в нашем кошельке биткоины Это еще один шаг к нашей общей идее Киев, мировая столица криптовалют RDX Coin Это основная разработка специалистов и программистов компании Redex Для генерации биткоин кошельков Сервис позволяет открыть свой биткоин счет Основная особенность и отличие данного сервиса от других Состоит в том, что данный сервис не берет дополнительный процент За совершение любых финансовых операций по переводу с данного кошелька А также отличает его скоростью совершения транзакций Функционал биткоин кошелька постоянно улучшается Предприниматели смогут подключить свои интернет-магазины И продажу товаров для оплаты в биткоинах Инвестор сможет открыть свой сберегательный счет Аналог банковскому депозиту И получать дополнительный годовой процент от внесенной суммы вклада Функционал кошелька будет постоянно совершенствоваться Каждый владелец данного счета сможет заказать флеш-карту Владелец карты сможет обезопасить свой счет с помощью специального кода Фактически ваши биткоины будут храниться на вашей карте И для того, чтобы совершить любую финансовую операцию Необходимо будет ввести данный код И только тогда ваши биткоины отобразятся в личном кабинете Таким образом, в случае взлома вашего аккаунта На вашем счету будет ноль Так как ваши биткоины будут храниться в виде цифрового кода На вашей флеш-карте К сожалению, с пластиковых карт банков России Хакеры периодически уводят деньги И наконец, самое главное, о чем я вам хотел рассказать Это партнерская программа компании Компания вознаграждает любого партнера За открытие биткоин-кошельков Если вас заинтересовал данный материал этого видеоролика Вы можете пройти регистрацию на сервисе redex.red В этом случае вы сможете принять участие в партнерской программе После регистрации на сервисе Вам необходимо будет активировать площадку Вы получите возможность не только открытия биткоин-счета Но и огромное количество дополнительных сервисов И инфраструктур для работы в интернете И продвижения собственного бренда И собственного продукта Участвуя в партнерской программе Вы сможете пользоваться конструктором сайтов Блоговым сервисом Хостингом Создавать собственные лендинги Вы сможете продвигать собственные инфопродукты И продавать свои товары Будет подключен обменник с минимальным процентом обмена Открыта школа инфообразования Видеоплатформа У каждого партнера будет своя вебинарная комната И многое-многое другое Многие говорят, что подобного в интернете много И можно все это купить в любом другом месте Знаете почему в сервисе RedEx это выгоднее? Очень просто Вам не надо платить за это ежемесячно Ежегодно Нет никаких абонентских плат Есть только один единственный вход и активация площадки стоимостью 0,005 биткоина При курсе биткоина на 1 июня 2016 года в 550 долларов в рублях это будет 185 рублей Возьмем для примера вебинарную комнату Каждый месяц в зависимости от вместительности комнаты она обходится от 10 до 25 долларов ее владельцу Так вот, вам не надо платить каждый месяц Вы получаете в постоянное пользование не только вебинарную комнату, но и огромное количество других продуктов И что самое интересное, рекомендуя своим близким и знакомым данные продукты, вы получаете от компании солидные вознаграждения У каждого они свои Кто-то рассказывает и продвигает данный сервис активнее, а кто-то пассивнее Например, мой результат составил 1600 долларов за месяц У многих это гораздо больше Если вам это интересно, свяжитесь со мной лично или с человеком, который вам рассказал об этом Мы обязательно все обсудим и вы получите от меня или от партнера нашей команды метод быстрого старта И набор различных инструментов для построения собственной партнерской сети Есть еще и бонусный подарок Желаем вам успехов! Теперь вы знаете, что такое биткоин и сколько можно зарабатывать Ваше будущее и будущее ваших близких в ваших руках И в заключении посмотрите прогнозы аналитиков по биткоину И примите правильное решение, нужен вам биткоин счет или вы обойдетесь без него Здравствуйте, это бит-новости, видео-версия Курс биткоина снова штурмует отметку в 400 долларов Аналитики прогнозируют фиксацию курса на уровне 400 долларов за один биткоин А затем, после необходимой коррекции, продвижение далее до уровня 414 долларов за один биткоин С тем, что у биткоина достаточно потенциала для дальнейшего роста, согласны многие финансисты Их прогнозы на 2016 год оптимистичны По сообщению агентства Reuters, генеральный директор китайской биткоин-биржи BTCC Бобби Ли Предполагает, что летом 2016 года стоимость одного биткоина достигнет 3,5 тысяч долларов Сегодня стоимость всех обращающихся в мире биткоинов составляет доллар на душу населения Учитывая то, что речь идет о столь инновационном, децентрализованном цифровом активе Я бы сказал парни, мы недооцениваем его, добавляет Ли Чуть более скромен в оценках сооснователь биткоинового хедж-фонда Global Advisor Дэниел Мастерс Он прогнозирует курс биткоина на уровне 1100 долларов